Всем привет, дорогие друзья! Я думаю, что если вы смотрите наш канал и это видео, наверняка вы занимаетесь самостоятельно английским языком, поэтому я приготовила для вас интересные, абсолютно бесплатные и очень полезные ресурсы как раз-таки для самостоятельного изучения английского. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, дорогие друзья, хочу начать с самого начала. Как бы, если вы не знаете свой уровень языка вообще, то есть, ну, к примеру, вы там что-то где-то изучали, но вы точно не знаете, советую вам зайти на вот этот сайт, на Кембридж, и пройти там тест на уровень, соответственно, английского. Там, как можете видеть, да, разные кнопочки. General English, Business English, Young Learners и For Kids, да, вроде бы. Нам нужен General English, да, общий английский. Выбирайте его и проходите тест. Ну, соответственно, если вы хотите изучать деловой английский, пожалуйста, выбирайте Business English. Вот, тест очень хорошо подобран и, в принципе, более-менее точно может определить ваш уровень. Вот, и также уже на другом сайте, на сайте Oxford, да, вот все ссылки мы вам оставим, так что не переживайте, в описании видео все можете найти, посмотреть и так далее. Вы можете там протестировать свои навыки в чтении на английском языке. Единственное что, там тест основан, ну, на честности, по сути. То есть, вам будут выдаваться разные слова, и вам нужно выбрать, ну, как бы, понимаете в значении этого слова или нет. Вот, ну, как бы система вам подберет книги, которые вы можете читать. То есть, ну, такую, на честность, по сути. Тест, ну, тут сложно, да, все-таки в онлайн-режиме, в машине определить, как вы читаете книгу. С какой скоростью, да, и какие у вас... Ну, в принципе, да, чтобы более-менее как-то понимать, можно честно к этому процессу подойти, да, и начать читать на английском языке, что очень полезно. Вот, как раз переходим к чтению. Есть замечательный сайт Breaking News English, и я уверена, что многие даже учителя его используют в своих уроках. По сути, там Breaking News, да, это самые свежие новости. Вот, и по сути, там и авторы этого сайта, создатели выкладывают самые последние новости, которые сейчас происходят, но, ребят, они проделывают обалденную работу и делят эти новости по уровням. То есть, одна и та же новость может быть переписана для новичков, для среднего уровня, ну, и для продвинутого там и так далее. И что самое крутое, на этом сайте еще есть разные упражнения на лексику и грамматику, ну, соответственно, к статье, да, то есть, вообще суперсоветую. Дальше, естественно, нужно тренировать аудирование, да, грамматику, и слова со всем этим можно справиться на сайте Cambridge. Вот, у них очень много разных упражнений, посвященных, например, разнице между make и do, да, какие словосочетания используются с make, какие с do, по грамматике, там, всякие предлоги и все прочее. И всегда у них написано, для какого это уровня, и всегда вы можете тоже проконсультироваться с грамматической справкой. Да, тоже на сайте Cambridge, кстати говоря. Вот, дальше, где можно учить слова, есть замечательное приложение, называется Quizlet. Можно заходить к ним на сайт, можно скачать себе приложение на телефон. Очень здоровское приложение. Вы там можете сами заполнять, как бы забивать эти слова с переводом, либо, ну, англо-английский сделать себе словарь, как хотите, как вам удобно. Вот. И либо можете сохранять списки слов у других пользователей, если вам понравилось, как они там сделали. То есть там можно прям в поиски вводить, например, не знаю, traveling, да, вели это слово, и вам будут выдаваться уже созданные кем-то списки слов. То есть вы можете просто их к себе добавлять и не париться особо. Вот. И что самое главное, там еще встроены тренировки. Да, то есть вы можете там сопоставить перевод со словом или там всякие тесты есть, карточки. Ну, короче, тоже вот прям супер, советую. Дальше у нас есть сайт, возможно, вы о нем знаете. Вот. Просто хочу еще раз напомнить о нем. BBC Learning English. К сожалению, в основном там все-таки упражнения, наверное, уже для... Особенно вот на аудирование всяких подкастов на уровень от интермедиа, да, от среднего уже. То есть это люди, ну, более-менее говорящие, понимающие все дела. Но, ребят, у них есть замечательный отдел, ну, не отдел, раздел, господи. Раздел на сайте pronunciation. Ну, вот если вы интересуетесь британским произношением и вообще хотите правильно произносить звуки там и так далее, очень вам советую обратить внимание на этот раздел. Там есть, ну, как бы, мини-курс, посвященный просто отдельным звукам, да, как мы их произносим. И также есть там еще, типа, серии видео, называется Teams Workshop, Teams Pronunciation Workshop, что-то такое. Вот там уже обаятельный британец рассказывает про разные интересные вещи, которые происходят, например, в потоке речи, да, как звуки у нас меняются, когда люди говорят быстро, как связывать между собой звуки. Ну, в общем, очень советую, да. Но это уже, наверное, больше не для новичков, а для... ну, можно читать это pre-intermediate, когда вы уже знакомы, да, как мы... Звуки читаем, отдельные слова, да, уже можно начинать заниматься и более сложными вещами в произношении. Окей, то есть мы с вами уже поговорили про чтение, про аудирование и все на свете. Приходим к грамматике. Грамматика я вам, ну, как уже упоминала, советую вам смотреть на сайте Cambridge. Да, то есть там можно в поиске, опять же, вводить, например, любые слова. Не знаю там, не знаете, как использовать слово much, допустим. Ввели слово much, и вам выдаются статьи, которые посвящены, соответственно, объяснению, как мы употребляем much, в чем отличие от lot of и many и так далее. Вот единственное, конечно, вся эта грамматика будет на английском языке, но не бойтесь, ребят, конечно, для самых нулевых уровней я бы не стала советовать это, но уже для pre-intermediate можете начинать, ребят. Вникайте больше в английский язык, читайте и грамматику на английском языке. Вот, тем более, там вот эти все грамматические статьи, они упрощены, то есть они не написаны каким-то, я не знаю, шекспировским английским, а там простой английский, без всяких каких-то страшных терминов, и все на свете. Вот, и последнее. Ресурс тоже интересный. Это даже, это не приложение, это не сайт, это как расширение Google Chrome. Я не уверена, сделали ли они это для системы iOS, но вот на Google Chrome все хорошо работает. Вот, это расширение называется Grammarly, по-моему, Grammarly, да. И, соответственно, как оно работает? Когда вы печатаете что-то, не важно что, письмо какое-то, либо, не знаю, там в Google Docs что-то там создаете, и все прочее. Это расширение проверяет вашу грамматику и то, как вы пишете. Вот, и там очень здорово все сделано, вам будет красненьким подчеркиваться, что не так работает, да, например, там какие-то слова между собой не сочетаются, либо вы сделали ошибку во времени, все это объясняется, да, там, ну, вообще супер. Вот, ну, опять же, это для, наверное, людей, которые уже пишут, да, то есть для уровней, ну, точно, начиная с Intermediate, это когда вы понимаете, что не так, да, вообще, в принципе, и что можете как-то изменить. Но это расширение тоже вам будет подсказывать, как можно изменить ваше некорректно написанное предложение. Вот, такие у нас сегодня ресурсы получились, и, ребят, напоминаю, что на самом деле многие из этих вещей вы можете делать и на нашем сайте, на Puzzle English. У нас столько всего, столько всего, и видео-пазлы, где вы можете смотреть видео, слушать, потом собирать пазлы из того, что вы услышали, аудио-пазлы, подкасты. У нас даже появились книги уже год назад, по-моему, если не два. У нас есть грамматические уроки, которые ведут также я и моя замечательная коллега Лера. Мы снимаем видео по произношению. Поэтому, ребята, переходите к нам на наш сайт, посмотрите, как там все здорово сделано для вас. А я с вами прощаюсь и желаю вам успехов во всем. And see you soon! Субтитры сделал DimaTorzok